приветствую те мой друг ты на канале генераля меня зовут виталия и мы продолжаем жить жития и лишения раба божьего бранте возвращаемся из столицы в наш родной анизотий для того чтобы самостоятельно непосредственно приступить уже к нашему пути истинного инквизитора старой веры наставление в карете душно плотно сокрытые занавески не помогают ты отвык от такой жары ночью дарит мороз такова уж пустыня в пору зимы жанна изменилась за те месяцы что вы не виделись стало жестче холоднее непонятно как начать с ней разговор она заговаривает первой пора рассказать тебе о нашей миссии в анизоте брат кирилл зачем вообще инквизиции понадобилось отправлять туда двух вчерашних семинаристов в инквизиции меня сочли достаточно подготовлены для этой задачи а я поручилась за тебя дело которое нас ждет займет много времени и я хочу чтобы рядом был надежный человек магри сейчас неспокойно учение фомы здесь крепко укоренилась здешние священники отрицают свой долг учат прихожан самим искать свои уделы проповедую что учение святого из отиса ложь будто не видят что идут прямиком к подножию столпа и ведут туда всю свою паству но это еще не все в церковь пришел донос от неизвестного якобы кассий патриарх магры тайна погряз в ереси и хулит богов кругу своих сторонников донос нужно проверить если вина кассия будет доказано то мы должны снять его с поста и лишить сана правда это будет не так просто инквизиция магры сейчас слабо ее не уважают ни дворянство не священники вряд ли они будут повиноваться пока не признают нашу власть признают никуда не денутся мы укрепим власть инквизиции кассий занимает свой пост уже пять лет после убийства фомы его единогласно избрали патриарха магры на священном конклаве его любит паства его уважает клир так что расследование придется вести тайна чтобы с инквизиции считались придется сперва вернуть ей влияние затем если кассий виновен найти этому неопровержимые доказательства и только тогда мы сможем открыто выступить с обвинениями позор с неудачным трибуналом против патриарха юния диаманта не должен повториться в магре церковь поручила дело кассия инквизитору у лириху мы же должны будем во всем помогать его расследованию и стоять на защите анизоти от ересей но я считаю что с ним стоит быть посмотрительней отец у лирих жестокий человек и ревностный инквизитор порой даже излишне ревностный говорят что он в своем служении истинной вере сжигал дотла целые деревни какой молодец мы будем стараться чтобы инквизиция вновь обрела в магре власть но я опасаюсь что отец у лирих может ею злоупотребить пожалуйста будь с ним осторожен наша дружба будет нелегка но мы наведем порядок в магре искореним здесь ереси вырвем с корнем сорняк нововерского учения город где растет белое древо должен оставаться символом истинной веры кирилл ты со мной разумеется а поддержать жанну отношения с один в каком плане и поддержу физически или морально она все целом может на тебя рассчитывать потому что я уже боюсь по отношению к ней проявлять какие-то вот такие подобные вещи как бы это нас не привело к какому-нибудь разврату нет мы должны бороться с этим отвергать это противодействовать этому спорить жанны не могу потому что я должен быть защитником новой веры для этого это собственно событие у нас не с третьей главы да где мы там могли либо стать защитником старой либо защитником новой веры я же не ошибаюсь в третьей главе было да да вот у нас была защита новой веры и мы стали защитником разумеется старой веры да все правильно я просто подумал может в этой главе это событие не 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 это из предыдущий красноречие 12 должно быть и больше надала бы нам теологию плюс один и красноречие плюс один а все же новая вера не еретическое учение конечно еретическое уйти от ответа ты не готов дать жанне однозначный ответ запас сил плюс 5 нет давай поддержим ладно я надеюсь это поддержка у нас не выльется в какие-то какие-то неуместные действия между нами только должно быть все у нас как у коллег только как у коллег не более того ты заверяешь жанну она может на тебя рассчитывать ты целиком и полностью на ее стороне вы справитесь с еретиками укрепите полномочия инквизиции выясните все патриархи кассии да однозначно рад это слышать кирилл впереди уже виднеются городские стены низоти служба в инквизиции будет трудной но сперва ты отправишься в родной дом хорошо все завершилось ничего у нас не случилось между нами это очень хорошо будем дальше держать в таком же духе все отношения плюс один до плюс 3 симпатия надеюсь у нее симпатия ко мне развивается как коллеги только и не более того а служба в инквизиции год 1138 получается в этом прохождении мы будем бороться с чувствами с отношениями да и постоянно будем я так понимаю играть на грани вот того чтобы и в дружеских теплых отношениях быть и при этом не скатиться в горячие любовные отношения постоянно нужно будет лавировать я так понимаю очень забавное прохождение я уже предвкушаю ты приступил к службе в инквизиции магры возвращение домой карета останавливается знакомые ворота окно твоей спальни откуда ты порой вылезал по ночам ухоженный насыпной сад радующая глаз зелень любимые матушкой лиловые рисы крыльцо с которого ты так часто спрыгивал в детстве ты дома прикоснувшись к дверной ручки ты на мгновение замираешь прошло целых четыре года а ты будто только вчера уехал в этерну внутри как всегда прохладно отец не выносит духа ты и все время велит проветривать из дверей гостиной выглядывает лохматая голова натана младший брат первым бросается к тебе с радостным криком на дан крепко обнимает тебя он уже догнал тебя по росту его волосы отросли почти по плечи только взгляд все такой же потерянный как из самого детства наконец ты приехал кирилл без тебя дом не тот гляди-ка ты в рясе настоящий священник эх жаль что я не могу так же так и не поступил в семинарию младший брат виновата смотрит в пол ты протягиваешь ему молитвенник что купил в столице у великого храма близнецов пусть свет веры никогда не затухает в твоих глазах брат а там крепко сжимает молитвенник и благодарна кивает из гостиной выходит матушка на там придерживая ее за локоть помогает ей подойти к тебе матушка сгорбилась ее кожа потеряла прежние краски лицо покрыла паутина морщин ей трудно долго стоять без помощи вот они тревожные признаки болезни о которых сестра и брат упоминали в письмах мать медленно заключает тебя в объятия ты прижимаешь лицо к ее плечу вдыхаешь почти забытый но такой родной запах матушка держит тебя за плечи и долго разглядывает сынок как долго тебя не было дома но ты уезжал не зря как я горжусь что ты пошел дорогой священника я не могла и мечтать что мой сын будет нести в мир наставления и спасать души а а ведь совсем недавно я качала тебя на вот этих руках руки матушки исхудали и стали совсем невесомыми вслед за матушкой к тебе подходит глория сестру сразу не узнать она одета по мужской моде штаны и сюртук шейный платок с крупной булавкой волосы распущены под глазами сестры темные круги будто от недосыпа или частых слез голосе глории сквозит насмешка ну здравствуй брат священник вот уж не ожидала теперь ты будешь следить за нашими душами ты спокойно отвечаешь если глории потребуется наставление и помощь в духовных делах ты всегда готов помочь но ты не только священник но и ее брат ага понятно а значит по этому пути ну правильно как я и вначале в сам говорил я не должен отказываться от того что она моя сестра ну как мы делали на пути дворянина да но не должен слишком сильно проникаться к ней и отказываться от стефана в пользу глории да с ней заговора заключать как я говорил вероятно я должен как-то удерживать какую-то нейтральную позицию и одинаково как бы ко всем относиться но видишь он считает что он ее брат она его сестра то есть отвергать я точно ее не должен точно это у нас не путь дворянина сейчас вот книга подтвердила мои догадки размышления глория невольно расплывается в улыбке и больше не сдерживаясь прижимает тебя к себе даже нормально ко мне относиться будет плюс минус громкие шаги по лестнице к вам спускается стефан старший брат стал шире в плечах черты его лица стали более жесткими но держится он все так же горделиво он стал еще больше походить на деда стефан чинно склоняет голову в приветствии приветствую тебя брат жаль что ты вернулся не при шпаге что же по крайней мере ты не остался простолюдином как наш младший брат твой удел хоть и неблагородный но важный для империи семья бранте принимает тебя лучше стефан нормально относится то есть они все ко мне нейтрально нормально относятся я также должен к ним нейтрально одинаково относиться ко всем на этих словах хлопает дверь отцовского кабинета отец постарел он сгорбился стал сильно щуриться в углах рта залегли складки в темной шевелюре и усах появились серебристые нити отец останавливается в трех шагах и оценивающе смотрит на тебя ты не отводишь взгляд не о таком возвращении я мечтал когда отправлял тебя в столицу но ты пошел своим путем жаль что ты не продолжишь семейное дело но я принимаю твой выбор если такова воля близнецов отец нерешительно делает шаг тебе и похлопывает по спине пойдем обедать матушка приготовил настоящий пир в твою честь впервые за долгие годы вся семья вновь в сборе сегодня ты наконец сможешь уделить внимание кому-то из родных узнать о делах матушки отношения плюс один с ней но у нас так высокие с ней отношения 4 расспросить глорию со стефаном минус глории плюс нет пусть пожалуй так и остается у них по одному пункту в отношениях да и не будем увеличивать отношения с одним портить с другим пообщаться с натаном принципе или с матушкой тогда и пообщаться ли с натаном у нас там нужно что-то по отношениям для того чтобы мир семье был нет ничего не нужно единство 7 нужно нам и нельзя вступать всякие сговоры хорошо ничего завязанного отношения у нас нет значит можем пообщаться с натаном ты посвящаешь время младшему брату узнать в делах матушка ты беспокоишься здоровье матери насколько я помню мы это это смотрели насколько я помню мы это это смотрели если пообщаемся с матушкой то увидим как бы проявление ее болезни до то что он там забывается и так далее если пообщаемся с натаном то опять же мы узнаем еще больше подробностей о болезни матушки насколько я помню давай с матушкой пообщаемся неважно не знаю все равно за бедом ты осторожно спрашиваешь у матушки о ее здоровье ну что ты кирилл я ни на что не жалуюсь просто немного ослабло это возраст я смиренно приму любую участь что близнецы отвели мне сказал эта матушка вдруг резко замолкает глаза ее обращаются вверх в разговор вмешивается отец знаешь сын расскажи лучше нам о своей жизни в столице свел ли ты полезные знакомства наши семьи сейчас не помешают связи слышите связи разбирайтесь сами там со своими дворянскими титулами я их не достоин все равно буду поэтому мне все равно на ваше там дворянство меча связи им там а че он стефан занимался все это время почему он еще связи тут не завела бездельник блин только гордиться тем что он дворянина ничего не делает толком ты писал что своими глазами видел императорскую семью а какие они темпосты тебе приходится перейти к рассказам о последних четырех годах в этерне лишь вечером беседуя с натаном на заднем крыльце ты узнаешь больше о здоровье матушки скажу тебе честно с матушкой дела плохи мы с глорией стараемся не оставлять ее одну она часто отвечают не в попад или просто замолкает посреди разговора вот как сегодня а болезнь все точит ее знаешь если матушка угаснет она ведь может уже не возродиться боюсь подумать что будет с отцом и с глорией глории тоже приходится не сладко стефан последний год обращается с ней хуже некуда думаю он хочет выжить ее из дома чтобы она больше не порочила имя бранта своим происхождением у стефана ведь теперь одна забота добиться для семи дворянства меча а глория для него просто помеха на этом пути вы долго сидите в молчании глядя на темнеющее небо и все ярче горящую на нем полосу сияющего столпа семью бранта ждут непростые времена отношения с матушкой плюс один до максимума плюс пять священный конклав наступает весна ночной холод пустыни ослабевает жаркие дни разбавляет мелкий дождик в палатах инквизиции вас встречают лишь пыль грязь и тишина здание совсем заброшено пара недель уходит только на то чтобы привести его в порядок отец ульрих все еще не прибыл вы ждали его достаточно долго но держать ваше присутствие в тайне больше нельзя сегодня по всей империи соберутся священные конклавы на конклаве магры вы должны предстать перед братьями и сестрами и объявить о своей миссии искоренение ереси и вероотступничество в провинции на конклавах решается кто станет патриархом провинции на следующие восемь лет в древние времена на избрание патриарха собиралась вся паства но эта традиция осталась далеко в прошлом теперь это решает лишь духовенство сам день конклава священен близнецы снизойдут сегодня в храмы по всей империи дабы узреть избранных патриархов святейших среди равных тех кто будет говорить от лица паства с самими богами касси занял пост патриарха после трагической смерти фомы однако так и не был представлен близнецам несмотря на это несомненно что сегодня священники магры вновь изберут касси конклав проводится в храме у белого древа в последний раз ты был здесь так давно еще мальчишкой древо поразило тебя уже тогда и сейчас ты смотришь на него словно на старого друга теперь тебе инквизитору даже не нужно касаться огромного ствола чтобы почувствовать как внутри него бьется жизнь обычно немноголюдная площадь под белым древом сегодня заполнена людьми здесь собрались представители всех трех сословий дворяне восседают шатрах на мягких креслах священники один за другим входят в храм простой люд толкается на площади радостные возгласы гул рукоплескания народ и вправду любит кассия вам с жанны приходится пробираться сквозь толпу к дверям храма даже в этерне не видела подобных столпотворений я уж думала нас там раздавит прежде чем зайти в храм ты касаешься ладонью ствола дерева от него исходит ощутимое тепло что ж хотя бы это осталось прежде храме не меньше сотни человек собралось духовенство всей магры от настоятелей важнейших храмов провинции добродячих проповедников большинство облачено в черные одеяния старой веры однако в дальнем углу зала виднеются несколько фигур в белом это последователи новой веры они в меньшинстве и держатся обособленно вы жанны занимаете места в первом ряду на вас смотрят с интересом и недоверием среди перешептываний слышны ваши имена очевидно ваш приезд все же не остался незамеченным сколько в них страха и ненависти как думаешь им есть что скрывать или кто-то настроил их против ордена слова жанны прерывает ликующий шум толпы патриарх кассий шествует через площадь осеняя паству священным знамением смотри какой он кассий обрюзший толстячок я думаю не достоин быть патриархом я думаю я более достойный на роль патриарха напишу в комментариях когда патриарх входит в храм двери запираются шум стихает кассий весьма приятен на вид не мне для меня абсолютно неприятен на вид он это не молодой но крепкий мужчина он мягко умиротворяющий улыбается людям собравшиеся поднимаются со скамей приветствуя патриарха священники в белых одеждах встают позже остальных твое внимание привлекает пожилой мужчина его лицо гладко выбрито а взгляд необычайно внимателен белая туника украшена золотой окантовкой он опирается на длинный посох это отец ленард он настоятель этого храма уже 20 лет я помню его добрым и мудрым человеком и безмерно скорблю о нем ядовитое учение фомы смутило и его разум патриарх кассий патриарх магры известен как борец с учением новой веры чего так подожди он старый верх патриарх магры известен как борец с учением новой веры а почему я тогда должен с ним бороться подожди-ка жанна мне сказала что мы должны с ним бороться потому что он погряз в ереси но ведь здесь написано что он известен как борец с учением новой веры так может быть это клевета что он погряз в ереси может быть отец у лерих у нас смотри-ка мой друг у нас же есть там исход активность исход там связанный вот власть у лериха у лерих подчиняет город своей власти может быть у хотел это сделать филиппе на пути за заговорщика слушай не зря я наверное предположил что у лерих это аналог филиппе из пути заговорщика видимо так и есть может быть отец у лерих эти слухи распространяет что кассий еретик для того чтобы захватить власть в городе и самому стать патриархом слушай мой друг тут какие-то еще у нас будут интриги и козни похлеще чем на пути дворянина слушает тоже все борются за сан у кого повыше будет сан кто поглавней займет пост при церкви очень интересно слушай очень интересно приняв сан в провинции после гибели фомы отец кассий добился уважения и любви староверного народа нет сомнений что на новом конклаве кассия вновь изберут патриархом повелители небесные податели жизни младший охранитель мира и закона судья и советник старший дух истины и любви все наполняющий присутствием своим смиренно исполняем мы закон ваш три удела и затеса пусть всегда праведников ждет вечное блаженство а грешников ждет воздаяние без прощения слушай нормальную слова говорит в пользу уделов что три удела и затеса и праведников ждет блаженство для грешников не будет прощения нормально все пред взором вашим я слагаю из себя титул патриарх вот это поворот вот это поворот дайте же дозволение детям своим избрать того кто займет это место воздух тяжелеет давит на плечи все замирают невольно задерживая дыхание невероятное все объемлющая тишина опускается на зал в ней по храму разносятся легкие еле слышные шаги несколько долгих секунд наваждение проходит воздух снова становится легким стук посоха о пол храма кассию подходит глава нововеров отец ленард но мы его знаем но прочтем на всякий случай освежим так сказать в памяти отец ленард настоятель храма у белого древа прихожане находят рядом с ним покой и умиротворение знамение явлено близнецы с нами в этот час я отец ленард настоятель храма у белого древа объявляю начало священного конклава отец кассий присоединитесь к остальным улыбнувшись кассий отходит и так конклав магры должен избрать патриарха что восемь лет будет голосом нашей церкви перед близнецами назовите же имена достойнейших а слушай мне есть вспомнил не пришла мысли наверное это часть обряда что должен а предыдущий патриарх сложить с себя сан перед как бы выборами и должен быть либо переизбран а либо должен быть избран другой вот чем дело господи я думал он вообще отказался такой типа все я отказываюсь ухожу нет я так понимаю часть обряда я неправильно понял там еще все замерли тогда типа все замолчали еще подумал ну да значит действительно неожиданностью для всех было но нет это часть обряда я так понимаю должен сложить сан для того чтобы быть переизбран ну или не быть переизбран ответом настоятелю становится сразу несколько десятков голосов. Касси! Касси! Отец Касси! Иных претендентов нет. Отец Ленард протирает переносицу. Что же? Имя отца Кассия названо. Других имен я не слышу. А можно я выкрикну? Кирилл! Тогда приступим к церемонии. В смысле, какая церемония, если что, из одного выбирать? Давайте уже я свою кандидатуру выдвину. Кирилл Бранта! Пусть хотя бы из двух выбирают. Может кто-нибудь за меня проголосует? Я думаю, Жанна за меня проголосует. Слышки раздает каждому священнику белый и черный камень. К алтарю близнецов выносят огромную чашу. А, то есть голосовать будут за или против. После того, как чаша наполняется камнями, отец Ленард приступает к подсчету. Он выкладывает камни по две стороны алтаря, чтобы каждый мог их видеть. Черных камней как раз по числу нововеров. Неужели все остальные так безоговорочно доверяют ему? Итак, досвершится воля священного конклава под неусыпным взором богов. Да будет отец Кассий нашим патриархом! Будет он голосом нашим предблизнецами и наставником нашим в мире земном. Кассий выходит к алтарю, все так же мягко улыбаясь. Предликом богов я принимаю бремя власти патриарха провинции Магра. Да будет мне опорой в моем служении мудрость старшего и сила младшего. Священники вновь встают со скамей, приветствуя нового патриарха. Отец Ленард поднимает руку, взывая к тишине. Братья и сестры, конклав завершен, но прежде чем мы выйдем к пастве с вестью об избрании нового патриарха, нам нужно выслушать инквизиторов, прибывших в нашу провинцию. Они объявят о своей миссии, и каждому священнику должны донести их слова до своего прихода. Вы делаете шаг к алтарю, но вдруг с улицы раздается неожиданный грохот. Двери в храм распахиваются. В зал чеканными шагами входит отряд защитников веры, воинов ордена инквизиции. Возглавляет их инквизитор Улерих. В его руках булла с тремя печатями. Ждал самого подходящего момента, чтобы эффектно появиться. Кто смеет приступать к закону священного конклава? До избрания нового патриарха эти двери должны быть закрыты! Голос патриарха разносится под сводами храма, став сильнее в несколько раз, будто сами боги разделяют его негодование. Но инквизитор Улерих лишь поднимает брови. Конклав здесь завершен, патриарх! Разве нет? Я инквизитор Улерих. Орден инквизиции отправил меня полностью искоренить в вашей провинции наследие чара Миланида. Любой, кто посмеет чинить мне препятствие, будет признан пособником еретиков и приговорен к истинной смерти! Вы с Жанной коротко переглядываетесь. Борьба с темным наследием чара Миланида откровенно надуманный повод, дающий, однако, самые широкие полномочия. В Магре все, что угодно можно счесть наследием мятежного герцога. Здесь также присутствуют еще двое инквизиторов, и я хотел бы, чтобы их слова услышали не только члены Конклава, но и простой народ. Часто провинциальное духовенство игнорирует волю инквизиции или искажает ее до неузнаваемости. Я здесь, чтобы не допустить подобного. Гневные выкрики возмущения, но отец Ульрихриш пронзает взглядом касси, ожидая ответа. Патриарх выглядит растерянным, но, чувствуя поддержку священников, постепенно берет себя в руки. У вас нет права чинить ссору в доме близнецов! «Все то время, что Магра находится под моим началом, у нас не было никакой необходимости во внимании инквизиции, и нет ее и сейчас. Сила веры никогда не была так сильна в людях, как в нынешние времена». Голос его наполняется уверенностью, священники поддерживают его одобрительными возгласами, инквизитор Ульрих делает несколько шагов в сторону Кассия. Громкие слова, Патриарх, Орден Инквизиции желает убедиться, насколько они правдивы. Если это так, мы покинем Магру. Жестом Ульрих подзывает вас к себе. «Инквизиторы, я прервал вашу речь. Объявите же о наших намерениях. Теперь они выслушают вас с должным вниманием». «Брат Кирилл, выйди к людям на ступени храма. Пусть тебя слышат все, кто пришел сегодня». «Успокоить жителей. Ты выступаешь перед собравшимися с примирительной речью. Ну, наверное, да, я должен примирять, умиротворять, вести себя дипломатично. Последствия. Веротерпимость плюс, репутация плюс. Жанна минус, отец Леонард плюс. А, нет, таким образом я выступлю на стороне нововеров. Но я поступлю в соответствии с уделом, как бы. «Обвинить жителей. Ты выступаешь перед собравшимися с обвинительной речью. Силы инквизиции плюс, репутация также плюс. В любом случае, она плюс. Жанна плюс, отец Ульрих плюс». А, будем обвинять, значит. Будем обвинять. Мы же истинные инквизиторы или нет? Это как бы... Нужно, наверное, разграничивать еще священник и инквизитор. Священник должен всех примирять. А вот инквизитор, он должен всех обвинять и сжигать на кострах. Это моя профессия. Ну да. Сила инквизиции плюс, репутация плюс, Жанна плюс, отец Ульрих плюс. Одни плюсы, слушай. А здесь Жанна минус. Нет. К тому же, поднимем веротерпимость. А нам не надо поднимать веротерпимость. Веротерпимость мне нужно уменьшить до нуля. Для того, чтобы была расправа над новой верой. Да. Конечно же, расправимся над новой верой. Останется лишь только старая вера и тирания инквизиции. Силу инквизиции надо десяточку будет поднять. Давай обвиняем, да. Это мой долг, как инквизитора. К тому же, я получил приказ начальника своего старшего. Я же должен соблюдать церковную иерархию какую-то. Он мой начальник, непосредственный прямой. Я в его прямом подчинении. Он возглавляет инквизицию, а я инквизитор. Он приказал мне обвинять жителей в том, что они последователи чара Милнида. Ну, значит, так и быть. Пусть запылают костры по всей Магре. Ступени храма. Сметенная толпа на площади смотрит тебе в лицо. Настороженные священники за спиной. Кажется, весь город собрался на площади внимать тебе. Ой, с моим-то красноречием. Где ну там шестерочка? Вот косноязычием моим, да. Им очень речь моя зайдет. Ты говоришь, инквизиция прибыла в Магру, ибо эта провинция бесконечное поле, которое нужно очистить от ереси и сект, вероотступников и колдунов. Пусть те, кто не тверд в вере, не ждут от нас жалости. Ложные учения будут вырваны с корнем, а грешники сгорят в пламени костров. По толпе проносится ропот. Люди, ждавшие вестей об избрании патриарха, смущены этой ретью. Патриарх Кассий выступает из-за спины. Он поднимает руки, гася нарастающее возмущение. Друзья мои, у инквизитора молодое и пылкое сердце. Его слова резки, но намерения похвальные и благочестивы. Пусть орден ищет еретиков, коли таково их служение. Но мы с вами знаем, что в нас нет греха. Ни колдунов, ни вероотступников нет в наших землях. Кстати, мне сейчас мысль такая пришла в голову. Как бы он, знаешь, не был кем? Последователем лотарии. Вот будет поворот. Прикинь, если он лотарий. Ну, не переродившийся лотарий, но он активно участвует в этом. Кстати, будет вполне логично. И слухи тогда будут правдивы о том, что он занимается ересью. Будет прикольно, кстати. А теперь, господа инквизиторы, я намерен все же объявить моей пастве об окончании конклава. Уже в палатах инквизиции тебе, наконец, удается перевести дух. И Жанна, и Ульрих явно довольны твоей речью. Я сам ею доволен, как я им завернул, да, всех сожжем, тут множество колдунов, еретиков, работа непаханное поле. Мне поручено наставлять вас. И первое, что я скажу вам, будьте же всегда так решительны и тверды в своих делах, как сегодня были в речах. Мы слуги близнецов, их щит, их карающий меч. Помните об этом и отриньте всякий страх и нерешительность. Инквизитор Бранте, ты напомнил грешникам, что воздаяние неизбежно. Все люди магры должны выучить наизусть, что инквизиция будет неустанно преследовать ересь, и что нет такой кары, которую бы мы не обрушили надступников. Займитесь делами ордена, а я намерен выяснить, что замышляет патриарх. Можете быть свободны. Жанна отношения плюс один почти до максимума плюс четыре и с Ульрихом отношения увеличились плюс один. Сила инквизиции плюс один до пяти. Укрепление ордена по-прежнему. Нужно семь пунктов для того, чтобы был непререкаемый авторитет инквизиции. Репутация плюс один до трех это хорошо. Священный Конклав год 1138 духовенство вновь избрало Кассия патриархом провинции Магра. Это потому, что мне не дали свою должность выдвинуть, иначе бы избрали бы меня одним голосом. Нет, двумя. Моим же и Жанны. А, еще бы Ульрих проголосовал. А, хотя нет, Ульрих бы за себя проголосовал, за меня бы не стал бы, я думаю. Прием в доме Бранте. Следующим вечером ты возвращаешься домой после небольшой прогулки по городу. Едва ты успеваешь переступить порог, как навстречу тебе выходит Стефан и зовет на разговор в отцовский кабинет. Вы застаете отца за кипой писем, которые он размашисто подписывает одно за другим. Сын, у нас со Стефаном тебе важный разговор. Пока ты был в столице, наша семья подала наместнику прошение о дворянстве меча. В нашем роду уже есть благородная кровь в третьем поколении. Мы имеем право на потомственное дворянство. Еще ваш дед начал добиваться дворянства меча, как только родился Стефан. И вот теперь мы на пути к тому, чтобы наконец стать Эль Бранте. Если наместник Гай Темпест и знать провинции зачтут нас достойными, то нам будет дарован потомственный титул. Все дворяне рода Бранте станут благородными навсегда, как и их потомки. А ключевое здесь, вероятно, все дворяне рода. А я же не дворянин, я священник и не могу стать дворянином. Значит, меня это не касается. Мы с отцом прикладываем все силы, чтобы поддержать положение семьи. Какие вы там силы прикладываете? Я вот взял, сказал на площади, что мы будем сжигать всех еретиков и всех на костры, на костры, и репутация вон плюс один семьи. А чем ты там, что ты сделал для того, чтобы репутацию поднять? Только болтаешь тут. Мне она нафиг не нужна, и то я даже поднимаю ее, а ты, эх. Но мы достигнем цели, только если облик нашего рода в глазах благородного общества будет безупречен. Знать будет, следить за каждым нашим поступком. Отец кладет руку тебе на плечо. Теперь это и твое дело. От него зависит будущее семьи. Нам нужна достойная репутация и достаток. На это влияет каждый, кто носит фамилию Бранте. Помни об этом, Кирилл, делая каждый свой шаг. Нам нужно показать себя перед высоким обществом Анизоти. Скоро устроим дома прием для знати. Ты тоже должен поддержать честь семьи, брат. Расскажешь гостям новости из Этерны, представишь себя в выгодном свете. Неделю семья во главе со Стефаном охвачена приготовлениями к большому приему. Дом обрастает украшениями и новой посудой. На кухне круглыми сутками готовятся угощения. На салфетках теперь вышито дубовая ветвь в цепях, герб семьи Бранте. Только Глория пренебрегает общим делом. Наги бы моей не было на этом лицемерном сборище, но я не хочу подводить господина Роберта. звон бокалов. Среди гостей собралось немало знатных и влиятельных господ. Отец и Стефан лавируют между ними, стремясь уделить внимание каждому. Молодой Кирилл, рад вас видеть. Расскажите же, как прошли ваши годы в столице? Ты обмениваешься вежливостями с высокопоставленным родственником. Тем временем Глория и Матушка скромно сидят на диване у стены, не привлекая к себе внимания. Ни отец, ни старший брат не стали представлять их высоким гостям. Только один из гостей, молодой дворянин Меча Жозе Эль Пеличе весь вечер завороженно глядит на Глорию. Сестра в недоумении отводит глаза. На этот раз ему ничего не перепадет. Не то, что в прошлом. Госпожа Глория, а вы подлинное украшение вечера. Какая смелость в вашем прошу, поговори со мной о чем-нибудь. Этот господин Эль Пеличе повсюду за мной следует. Мне не по себе. Что ему до меня? Я же безродная простолюдинка. Пойдем вместе в другой конец зала. Хотя среди этих благородных господ мне все равно не затеряться. Гляди-ка, а это живопица Дуранте. Интересно, что он делает так далеко от столицы? Вот бы он написал семейный портрет. Запечатлен на холсте, что мы все же одна семья. С бокалом в руке ты оглядываешь переполненную гостиную. Пора решить, на что ты потратишь этот вечер. Поделиться вестями из столицы. Репутация плюс, дипломатия плюс, манипуляция плюс, Стефан плюс. Какой хороший вариант. Обалдеть. А можем потому, что дипломатия у нас больше десяти. Ты демонстрируешь гостям знания столичной жизни. представить мать и сестру. Хоть мать и сестра простолюдинки, они заслуживают внимания гостей. Единство плюс, репутация минус, запас сил плюс, Глория плюс, Стефан минус. Заказать семейный портрет. Ты убеждаешь знаменитого живописца Дюранте написать портрет семьи Бранте. Можем потому, что выполнено условие на манипуляцию. Манипуляция больше десяти. Богатство минус, репутация плюс, единство плюс, манипуляция плюс, красноречие плюс. Ой, красноречие плюс, слушай. Конечно, вряд ли его поднимут до сколь бы то ни было значимых значений, чтобы мы могли где-то в вариантах использовать его. Видишь, даже в этом варианте красноречие двенадцать. Это сколько раз мне надо красноречие выбирать в различных вариантах. Ну, с другой стороны, в принципе, может быть, раньше начнем, да и сможем что-то поднять все-таки. Рассказать о победе на турнире не можем, потому что нужна победа на турнире, а, соответственно, должен быть путь дворянина. Давай, наверное, закажем семейный портрет, мы, кстати, так делали. Да мы тут все варианты выбирали, абсолютно все, кроме разве что представить мать-сестру, не помню. По-моему, такой не выбирали, но он как бы безусловий вариант такой, дешевенький. Давай вот этот вот вариант выберем. Заказать семейный портрет тоже мы это когда-то богатство снизим, ничего страшного. Манипуляция поднимется, это, я думаю, неплохо. Красноречие, красноречие поднять, да, давай. Начнем, хотя бы немножечко поднимем красноречие, может быть, где-то, 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 хотя бы вот на тоненького выйдем на красноречие, вряд ли, я сомневаюсь, слишком много поднимать придется, но может быть. Пути Господни неисповедимы, мой друг. На бога надейся, отцам не плашай, поднимай красноречие. Художник Дюранте придирчиво изучает портрет деда, что висит у вас в гостиной. Дед навеки останется таким в твоей памяти, испытующий тяжелый взгляд, хищные черты лица, мощное тело, вечная спутница-трость. Ты, словно невзначай, оказываешься рядом с Дюранте и упоминаешь, что портрет выполнил один местный живописец, однако мастерство господина Дюранте должно быть несравненно выше. Не хочет ли он написать портрет всей семьи Бранте? Дюранте сперва отвечает вежливым отказом, он скоро отбывает обратно в столицу и у него нет времени на портреты. Однако ты убеждаешь художника, что ты не постоишь за ценой, а его работу увидят самые знатные из обитателей Анизотии. Наконец, Дюранте уступает перед твоим натиском. Ты посвящаешь весь вечер договоренностям с живописцем. Достойный портрет займет немало времени, а труд Дюранте стоит недешево. Убедить семью тоже оказывается непросто. Глория ни за что не хочет позировать в платье и собирать волосы в пучок. Натана чуть ли не силой заставляют подстричься. Стефан настаивает, что на портрете он должен стоять по правую руку от отца, а Глория позади. Однако, наконец, тебе удается привести всех к согласию. Портрет удался на славу. Отец и матушка с достоинством держатся за руки. Стефан гордо стоит справа от них. Ты в своем лучшем наряде расположился слева. Глория оживляет картину своими непослушными волосами и дерзким нарядом. Даже Натан выглядит на своем месте. Портрет занимает почетное место в гостиной над камином. Ни у кого в Магре нет портрета от самого Дюранте. Будет подчеркивать наше положение. Наконец, и Глория согласна со старшим братом. Хотя бы на холсте мы одна семья. Какого бы сословия кто ни был. Богатство минус один до трех, бедность, репутация плюс один до четырех скромное положение. Наконец-то мы сменили запятнанную честь на скромное положение. Это хорошо. Единство плюс один до шести по-прежнему разногласия. Ну, скоро будет спокойствие уже. Манипуляция плюс один до пятнадцати хитроумный красноречие плюс один до семи по-прежнему красноязычный. А между двух огней. Последние несколько месяцев в доме Бранта неспокойна. Пока отец пропадает в поездках по провинции по судебным делам, неприязнь между Стефаном и Глорией перерастает в настоящую вражду. Старший брат на правах наследника раз за разом пытается поставить сестру на место, чтобы та вела себя, как ей положено по сословию. Глория отказывается признавать его власть. Виксоры ежедневно сотрясают дом. Вернувшись из очередной поездки, отец собирает Стефана и Глорию, Натана и тебя в своем кабинете. Хмурый вид отца предвещает, что разговор будет трудным. Стефан с вызовом смотрит на родителя. Глория заранее готова вспылить и убежать. Натан тихо встает в стороне. Дети, наша семья уже давно добивается дворянства меча. Каждый дворянин из рода Бранта господин Роберт, а тогда что здесь делаю я? Не то верно, здесь должны остаться только Бранте. Сперва дослушай меня, Стефан. Глава семьи все еще я. Если так печешься о чести, прояви уважение к отцу. Что делать? Не все из нас дворяне, но сейчас как никогда нам важно единство. Мы должны вместе позаботиться о репутации и достатке семьи, а ты, Стефан, без конца унижаешь Глорию. Отец, я лишь пытаюсь поставить ее на место. Ты же прекрасно помнишь, чем нам грозит любое внимание Глории. За каждым нашим шагом следят. Знать заклеймит наш род позором на всю жизнь, если вновь вспомнит о грязном происхождении Глории и твоем безрассудном браке с Лидией. Отец багровеет, но с огромным трудом удерживает себя в руках. Это так. Дед столько сил положил на то, чтобы исправить твои ошибки. Прошу, отец, не совершай их заново. Голос подает Глория. Я лишь пытаюсь жить, господин Роберт, а Стефан хочет засунуть меня в клетку, чтобы никто меня ненароком не увидел. Дело вовсе не в этом. Ты родилась простолюдинкой, но ты не принимаешь свой удел, творишь, что тебя заблагорассудится, вечно недовольна порядком вещей. Отец, ты знаешь, что она в нарушении всех запретов продолжает писать стихи? Для тебя любой, кто тебя перечит, бунтовщик. Когда ты поймешь, что тебе нельзя спорить с дворянином, я наследник семьи, и мое слово для тебя должно быть законом. Отец багровеет и бьет кулаком по столу, редко его можно увидеть в гневе, и старший брат и сестра моментально замолкают, но там в страхе забивается в самый угол. Помолчите оба, пусть лучше скажет Кирилл, он наблюдал за вашими склоками со стороны. Ему видней, кто из вас прав. Поддержать Стефана. Глория должна перестать позорить семью и нарушать удел. Единство минус один, Глория минус один, плохой вариант. Защищать Глорию. Стефан должен проявлять уважение к Глории, она тоже часть семьи, репутация минус, Стефан минус, тоже плохой вариант, я должен быть нейтрален ко всем. Отправить Глорию в волону. Ты уговариваешь Глорию отдохнуть подальше от Стефана, это погасит их вражду. А можем потому, что у вас богатство больше одного и манипуляция больше двенадцати. Последствия богатства минус один, манипуляция плюс, красноречие плюс. Мы этот вариант всегда выбирали в предыдущих прохождениях, кроме за дворянина, мы выбирали поддержать Стефана, насколько я помню, потому что просто отыгрывая роль необходимую нам бессердечного дворянина обратиться к Натану. А вот этот вариант у нас всегда, мой друг, всегда был заблокирован по причине того, что здесь в условиях нужна высокая теология и нужны отношения достаточно высокие с Натаном. Слова младшего брата помогут тебе разрешить спор. Сейчас мы этот вариант можем выбрать, пожалуй, даже и выберем его. Когда мы еще такой вариант сможем выбрать? Да никогда, только на пути священника. И он вполне соответствует нашему пути. Единство повышаем плюс один. Теология повышаем плюс один. Это значит наш путь. Здесь к тому же так и написано. Слова младшего брата помогут тебе разрешить спор. То есть мы разрешаем спор миром и словом. Если здесь мы разрешаем спор путем действия, отправив Глорию развеяться в Волону, то здесь мы разрешаем спор так, как и должно священнику словом. Глория минус один, еще Стефан минус один и Натан плюс один. До нуля. Опустим отношение с Глорией со Стефаном. Нет, давай выбирать этот вариант. Он точно нашего пути сто процентов. По всему видно. И словом разрешаем конфликт. Да, все сходится. Давай. Однозначен этот вариант. Неожиданно для всех ты поворачиваешься к Натану. Встречаешь вопросительный взгляд из-под растрепанных волос. Ты обращаешься к Натану. Он все же изучал богословие и как согласно священным учениям должно поступить брату и сестре. Натан смущенно выдавливает из себя ответ. Глория не принимает свой удел и не хочет жить как прострудинка. Я ее понимаю, но боги не поймут и не простят. Натан словно преображается. Его лицо просветляется, а голос вдруг окреп. Он ощутил вдохновение какое-то божественное. А ты, Стефан, тоже не все понимаешь про свой удел. Править не значит быть тираном. Править значит еще и заботиться о тех, кто ниже тебя. Что? Ты бестолковый будешь учить меня соблюдать дворянский удел? Ты встаешь на защиту Натана. Сам пророк Изати страктует дворянский удел как защиту об остальных сословиях. И если ты, Стефан, используешь власть, чтобы унижать тех, кто тебе не по нраву, то ты нарушаешь удел. Не ты ли сам говорил мне о долге дворянина защищать семью, когда много лет назад мы вместе разыскивали Глорию по закоулкам Анизотти? Стефан недовольно хмурится, но ему нечего ответить. Да, 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 действительно, говорил, говорил. Он говорил это мне у кровати, когда после борьбы с мерзавцами, которые напали на Глорию. Я потерял сознание, потом очнулся, Стефан сидел рядом со мной и он как раз мне это рассказывал. Следом ты поворачиваешься к Глории. Удел простолюдина страдания. И ты, Глория, должна помнить об этом. Как несправедлив бы был к тебе, Стефан, ты сестра и обязана сносить это с терпением и смирением. Сестра в ответ только поджимает губы. Каждый должен нести свой удел и ни у кого нет права на ошибку. Твоём с Натаном построили тут всех. Я уже семью построил, вместе с Натаном объединились и всех наставили на путь истинный. Прикольно. Мне нравится. Ты вглядываешься в полные странные тоски глазам ландшива брата. Что он хочет сказать? Хватит. Я сам способен справиться со своим уделом. Так давай справляйся нормально и не превышай свои полномочия по уделу. Резким шагом Стефан покидает кабинет. Обиделся, да? Мы как его ух-ух-ух настоящие священники построили даже Стефана, прикинь. Я бы, наверное, был бы жив дед, я бы, наверное, даже деда построил. К тому же дед был довольно-таки богобоязненный такой. Не то, что богобоязненный, но он же чётко за уделы и за то, что всё по уделам должно быть. Я бы даже его построил бы. А он по уделам просто должен меня слушаться был бы. Прикинь. Блин, жалко, что дед не жив. Ох, я бы на нём оторвался бы. Строил бы его каждый день, бы застраивал этого бедного деда. Он бы сам убежал бы из нашей семьи и из дома. Сидят за ним, к двери направляется Глория. С детства слышу одно и то же. Страдать, терпеть, значит, так и буду жить, раз это угодно господам Бранте. После разговора в отцовском кабинете ссоры Стефана и Глории на какое-то время прекращаются. В доме воцаряется спокойствие. или же это затишье перед бурей. Да, затишье, потому что они сейчас каждый будет вынашивать планы сговора против другого и потом меня начнут пытаться в свои тайные планы сговоров посвятить и на свою сторону переманить. Отношение с Глорией минус один до нуля, отношение со Стефаном минус один до нуля и отношение с Натаном плюс один до максимума плюс пять. Класс. У нас, кстати, получается отношение отношение где у нас там отношение отношение у нас и с матушкой плюс пять и с Натаном плюс пять. Помнишь, я говорил, что по любому на этом пути у нас будет максимальное отношение с мамой и Натаном? Так и есть. Уже начало только четвертой главы уже максималка. А с отцом у нас будет минимум, ну, почти минимум, минус три. Единство плюс один до семи. А это означает у нас уже есть достаточно единство для того, чтобы сплотить семью. Теология плюс один до двадцати. Год 1139. Наместник против герцога. Уже третий год власть над провинцией Магара расколота надвое. Новый наместник провинции Гай Темпест никак не может укротить своевольный нрав герцога Тарквиния Милнида. Герцог так и не смирился с потерей должности имперского наместника и упорно продолжает считать себя верховным правителем провинции. На его стороне остается большая часть царой знати, верная древним вассальным клятвам. Гай Темпест прилюдно обращается к герцогу с требованием признать законную власть наместника. Я, голос и воля императора Уттара Второго в провинции Магара, Герцог Миланит, какими землями и титулами не обладал, обязан исполнять волю и распоряжение своего государя. Я протягиваю руку в знак примирения. Пусть герцог смирит нрав и дальше владеет своими землями и титулами. Герцог удостаивает наместника дерзким ответом. Земля Магра испокон веков принадлежала роду Миланитов. Мы часть империи и верные слуги императора. Но посягательственно свое исконное право наш род не потерпит. Еще никогда герцога не лишали права представлять имперскую власть в собственной провинции. Помните, господин наместник, кому из нас приносили клятвы верности благороднейшие из дворян Магры. Ни герцог, ни наместник не желают уступать, но оба слишком влиятельны, чтобы в одночасье избавиться от противника. Вражда между двумя аркнами затягивается, но теперь ее жертвами все чаще становятся простые люди. Герцог Милни, тутратив право собирать налог, решил обложить жителей городов и деревень Магры новой податью. Теперь простолюдины обязаны выплатить налог сперва наместнику, а затем герцогу. Народ Магры стонет от гнета сразу двух податей. Многие наотрез отказываются платить второй сбор, называя его беззаконным. Но имперский легион во главе с молодым военачальником Дорием Оттоном безжалостно отбирает у крестьян по-прежнему и Оттон здесь будет фигурировать. Интересно. Достаток Магры минус один до шести. Достаток. Порядок минус один до шести недовольство. Власть плюс один минус один борьба за власть. Что ж, мой друг, давай на этом закончим. В следующей серии мы получим подарок семье от Милунидов и решим, что мы будем с ним делать. Ставь лайк, если понравилось. Ставь дизлайк, если не понравилось. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию или отписывайся, как и у нас 20 и как-то забыл совсем отмечить это достижение. Я стал пророком. Я стал, мать его, пророком. Класс. Осталось только стать патриархом. И будет все просто прекрасно и замечательно. А еще раз справиться с нововерами. А еще, чтобы в городе не хватило места для костров, чтобы сжигать всех еретиков. Еще куча достижений нас ждет, мой друг. Вот до встречи в следующей серии и посмотрим, чего уже в следующей серии мы сможем из этого добиться. Спасибо за просмотр. Да пребудет с тобой сила и благословение близнецов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok